простая форма для сайта джумла чтобы человек смог с вашего сайта написать вам сообщение что нужно для формы самые необходимые моменты первое чтобы это красиво вписывалась дизайн данная форма есть несколько цветовых гамм и она впишется ваш дизайн без проблем вашего шаблона форма переведена на русский язык не надо заморачиваться что важно еще для формы чтобы можно было обязательно соблюдать закон то есть такой checkbox чтоб человек поставил что он согласен на обработку персональных данных здесь тоже и то есть что еще необходимо для формы желательно чтобы был автоответчик автоматически отправлял заготовленное письмо человеку который с вашего сайта что-то написал и например страница благодарности чтоб человеком автоматически перенаправляла на заготовленную вами страницу это может быть тоже необходимо это все есть данной форме ну чтобы еще не спамили в эту форму то есть можно подключить google capture все это в простой форме под названием диджей изи контакт и она бесплатно сейчас вы находитесь на сайте разработчика регистрируйтесь здесь и бесплатно скачиваете ее также здесь меня зовут федор васильев и подробнее обзор в этом видео ссылочку соответственно я оставлю в описании под этим видео на данную страницу где вы сможете скачать модуль диджей изи контакт процесс установки такой же покажу еще раз для новичков кто недавно с джума только знаком в админке нашего сайта переходим расширение менеджеры ширине установить на момент записи урока у меня последняя версия модуля диджей изи контакт 149 а также имеется русификатор 149 я сначала модуль перетаскиваю вот в эту область установки джума установка успешно завершена и русификатор также переношу установку я вам показал на одном сайте но этот сайт у меня находится на локальном хостинге open сервере я здесь не смогу вам показать процесс доставляемости писем что здесь все работает все нормально потому что это локальный сервер чтобы посмотреть процесс отправки правильно ли вообще доходит ли письма до вас если с вашего сайта будут писать то форму нужно нужно тестировать уже на реальном хостинге поэтому у меня на хостинге уже установлена эта форма и здесь я вам ее покажу то есть вот на этом сайте где у меня установлен доска объявлений соответственно после установки вы переходите расширением модули если вы не можете найти ваш модуль два раза можете кликнуть здесь по айди чтобы отсортировать и у вас показался вот здесь он наверху он вас будет выключен вы кликайте здесь по крестику чтобы была галочка включаете данный модуль переходим в настройки зависимости от вашего шаблона вы вы здесь должны выбрать позицию где отображать данный модуль где вы хотите для новичков я покажу например у меня есть вот этот вот шаблон в адресной строке после своего домена я проставляю косую черту вопрос tp равно единица вот как здесь сейчас после этого вы можете видеть подсветку модульных позиции вашего шаблона если вы не видите модульную сетку то вам нужно перейти ваше расширение шаблоны перейти вот сюда в настройки и вот здесь вот включить показать позиции модули вот на эту кнопку и сохранится после этого вы проделаете еще раз обновляйте страницу ваш домен косая черта вопрос tp равно единице тогда вы увидите модульной позиции если вы пока тестируете данный модуль можете выбрать какую-то любую позицию я выбрал позицию контент топ эта позиция у моего шаблона соответственно чтобы потом не видеть эти позиции модуль вы просто вот эти вот окончание удаляете обновляйте страницу все теперь по настройкам модуля заходим в модуль и давайте по порядку разбираться да еще и это не все вы выбрали позицию модуля заголовок скрыть показать если показать то вам надо вы здесь название заменить на свое это будет чуть выше форма отображаться привязка очень важный момент если только на указанных страницах значит вы выбираете здесь только на указанных страницах и выбирайте на каких страницах отображать данный модуль или указывайте на всех страницах все остальные вкладки мы не трогаем у нас одна из страниц с настройками и мы будем сейчас это настраивать загрузить jquery в принципе у меня стоит нет это библиотека jquery без нее у меня все так тоже работает поэтому здесь принципе можете оставить нет если вдруг что-то у вас некорректно работает неправильно попробуйте и включите сохранится просто библиотека jquery уже включена на этом сайте поэтому здесь этот модуль хорошо работает без включения jquery именно здесь но и стиле самое наверное интересное пять стилей есть но 5 у меня почему-то не отображается то есть у меня 4 не знаю как у вас это будет работать четыре стиле выбирайте стиль нажимайте сохранить сначала определитесь какой стиль визуализации ведь вот этот самый простой стиль вот такая форма не очень красивая можете сами тут поиграться посмотреть у меня подходит 4 стиль для данного шаблона то есть вот так он выглядит достаточно симпатично все на русском языке и давайте дальше по настройкам параметры электронной почты адрес электронной почты смотрите если мы скроем и сохранимся пойдем на сайт обновимся то поле email скрывается если вдруг вам не нужно чтобы email человек оставлял тот человеку нужно заполнить поля имя и какое-то сообщение кстати если человек нажимает отправить не заполнен в поля вот это сообщение предупреждение они тоже на русском языке что есть хорошо то есть некорректно заполнены поле имя значит это поле обязательно к заполнению и некорректно заполнено поле введите ваши сообщения сразу хочу сказать что форма также имеет адаптивный дизайн здесь с этим все в порядке если мы посмотрим на имитацию мобильного устройства вы видите что поля никуда не уезжают за каркас нашего шаблона они вмещаются и это все смотрится тоже хорошо можете не пережать за это несмотря на то что форма бесплатная она отличная подходит для большинства сайтов и дальше по настройкам email получайте email отправителя здесь важный момент если вы хотите чтобы письма действительно доставлялись к вам на почту это уже давно как бы существует но для тех кто еще не знает обычная почта это может быть яндекс почта google почта рамблер почта или mail почта любая обычная почта после например вот собаки например mail точка ру или яндекс точка ру или gmail точка ком обычные почтовые ящики если вы их проставите скорее всего вам письма не придут туда это связано с политикой мэйловых компаний это уже давно существует вот эти нововведения это усложняет конечно жизнь нам обычным пользователям и владельцев своих сайтов раньше до 2009 года с этим проблем не было мы могли сюда впихнуть любой электронный ящик и нам без проблем доставлялись письма теперь ситуация уже изменился это уже не работает то есть чтобы вы не думали если вы новичок что этот модуль формы не работает если вам не придут письма естественно вы сейчас видите это мой электронный ящик school собака федор васильев точку ру это специальная почта привязанная к домену это бизнес почта от mail.ru либо вы создаете такую специальную почту но создать ее не так то просто особенно новичку и не быстро если вы хотите то есть если у вас такой почты нет и вы не хотите заморачиваться то на вашем хостинге практически на всех хостингах есть почтовые аккаунты вы можете создать там почтовый аккаунт в своем хостинге и почту вас будет иметь вид то есть название вашей почты собака и потом будет ваш домен привязка к вашему домен на такую почту письма буду приходить но письма будут приходить именно в почтовый аккаунт хостинга там конечно можно еще сделать переадресацию если вы хотите чтобы письма приходили в привычной форме на какой-то обычный ящик mail.ru яндекс.ру gmail.com вот такого плана соответственно если почту вас есть то вы ее проставляете email получателя вот как у меня видите идентично и мл отправителя то есть я просто проставил одну и ту же почту и здесь и здесь важный этот момент чтобы письма доходили здесь это учитывайте и дальше смотрите имя отправителя вот здесь пишите сообщение чтобы вам было понятно если вдруг клиент какой-то пишет с вашего сайта то есть какой-то вопрос задал вы можете это здесь написать потом тема по умолчанию это тема сообщения сейчас я сделаю тестовую отправку и вы поймете где это будет отображаться я написал уведомление давайте на этом уровне остановимся вот вы видели вот такие вот у меня поля протестируем данную форму допустим я какой-то пассажир с интернета пришел вот на этот сайт и хочу написать администратору данного сайта я пишу имя например коля и сообщение сообщение напишу демо нажимаю отправить нажимаю окей сразу давайте вам покажу то что моментально на мою почту school собака федор васильев точку ру приходит с email вы это видите вот коля и вот это слово видите уведомление эта тема письма если мы раскроем это сообщение то видим текст письма демо и автоматически подставляемые данные отправлено с сайта мой домен соответственно вы у вас будет свой здесь домен подставляться и вы будете сразу понимать откуда пришло письмо и все здесь перевезено тоже на русский что хорошо автоматически вы даже будете видеть айпи адрес это хорошо если вдруг будет какой-то негативный человек вас доставать вы сможете этот айпи адрес добавить если вы конечно на сайте будете использовать какой-то компания защиты например rs firewall там можно в черный список добавить айпи адресы с этого ip вам человек больше никогда написать не сможет ну и тут уже подставляют такие моменты как тип браузера опера действительно я опера использую и это здесь информация автоматически подставляется версия браузера и еще непонятно какая-то статистика здесь также дублируется как это отключить в модуле почты я такого не нашел то есть в принципе она вам мешать и не будет для вас самое главное будет вот это чтобы вы понимали откуда вам пишут и само сообщение этого человека вы сейчас увидели что доставляемость есть модули рабочий все работает движемся с вами далее вы видите что сейчас есть в нашем модуле формы только два сообщения еще очень важно собирать email поэтому вы здесь вот адрес электронной почты я включаю сохраняюсь после этого обновляемся появился поле email движемся дальше по настройкам смотрите email с благодарностью то есть автоответчик если вам он не нужен просто ставите нет если нужен автоответчик то есть как только человек вам отправить сообщение автоматически этому человеку на тот email который он пропишет вот в этой области ему придет автоматическое уведомление соответственно на любой email какой бы он не написал если этот email рабочий к нему придет уведомление здесь без проблем то есть самому человеку который вам пишет ему не нужно использовать какую-то специальную почту привязанную к домену он может использовать абсолютно любой электронный ящик соответственно если вы email с благодарностью используете тогда здесь надо прописать тема сообщение с благодарностью например вот здесь вместо английского написать спасибо за ваше сообщение я написал спасибо ваше письмо получено мы сейчас просто протестируем что вы видели что все здесь работает хорошо сообщением в письме благодарности соответственно вы можете даже вот здесь вот так вот растянуть поле для удобства здесь вы можете написать даже какой-то может быть рекламное сообщение или еще что-то я просто продублирую спасибо ваша ваше письмо получено или спасибо за ваше сообщение я отвечу вам в самое ближайшее время я так и написал я отвечу вам самое ближайшее время спасибо у нас это заголовок а этот текст письма дальше смотрите тоже важно опция перенаправлять после отправки формы если вы не хотите то есть человек отправил вам форму и остался на сайте на этой же странице тогда ставить здесь нет если вы хотите перенаправлять но этот хорошо служит если вы используете внутреннюю заготовленную страницу так называемую страницу благодарности потому что эту страницу можно использовать с умом не просто спасибо за ваше там сообщение а еще можно этому человеку на этой странице благодарности может быть предложить какой-то подписку какой-то продукт скачать а возможно предложить какую-то платную услугу что мы там занимаемся еще тем тем то мы находимся там в социальных сетях и так далее чтобы как бы фактор доверия как-то еще подкрепить то есть на страницу благодарности мы можем использовать еще с умом если у вас есть стратегия как использовать такую страницу благодарности то я рекомендую вам включить эту опцию и сюда прописать url данной странице соответственно я посвешу для наглядности страницу на свою группу в вконтакте чтобы вы просто видели что это все работает соответственно здесь вы проставляете любой адрес дальше параметры текста если вы хотите чтобы над формой был какой-то текст я вот здесь вот напишу сохранить пойду на сайт обновлюсь то вот здесь он будет полить текст то есть какой-то текст и хотите здесь выше сделать написать то это можете спокойно сделать в этой области если вы хотите чтобы поле для ввода сообщением было идентичного размера как и поле мл или поле имя и не имело возможности вот здесь вот так вот растягивать для удобства если человек пишет большое сообщение да вот так вот растягивать то вы его 10 выбираете кликайте по кнопке текст input сохранимся посмотрим обновляюсь видите поле вот для ввода сообщения такого же размера как поле мл и нету возможности это поле раздвигать здесь на самом деле на ваше усмотрение мне всегда нравится когда это поле большего размера для ввода сообщения подпись поле сообщения здесь уже я написал то есть если в это поле оставите пустым у вас там будет написано местечный английском языке соответственно здесь обязательно пишите видите ваше сообщение движемся сами далее очень важный момент согласие checkbox согласие на обработку персональных данных сейчас у нас по закону обязательно на каждой форме дал должен быть такой checkbox человек не сможет отправить вам форму пока не поставит галочку в этот checkbox что он согласен на обработку персональных данных это очень важно дело для сайта иначе вы можете получить большой штраф поэтому мы закон не нарушаем и очень хорошо что в бесплатной форме это присутствует и как это работает здесь во первых здесь даже есть два поля если вы используете какие-то еще моменты например оферта или любой другой договор там любой друг другие правила какие-то это могут быть правила сайта чтоб человек согласен с правилами сайта то есть достаточно всегда одного чекбокса согласен обработку персональных данных но если есть еще какие-то моменты то вы можете использовать два чекбокса если вы плохо понимаете что нужно где разместить по поводу вот этой политики как это вообще выглядит это просто страница с текстом на вашем сайте где взять такой текст почитайте в интернете об этом там много информации как получить такой текст именно на свой сайт много уже есть заготовленных бланков где просто нужно подставить свои данные и этот текст разместить у себя на странице то есть как это выглядит вы создаете на своем сайте либо внутреннюю страницу либо какую-то скрытую страницу эта страница просто имеет текст политика конфиденциальность я покажу на примере своего сайта примерно вот такая вот страница просто страница с текстом но здесь расписано именно эта политика конфиденциальности то есть достаточно иметь такую страницу что был чип чекбокс форме и вы уже закон не нарушаете соответственно чтобы не эту страницу не создавать я наглядно покажу я скопирую эту страницу с этого сайта своего и покажу как это выглядит здесь опять же здесь это поле у нас поддерживает html теги что это значит вот чтобы нам сделать кликабельную ссылку давайте я вам покажу как это сделать легко если вы не знаете html вы здесь сохранились выходите отсюда вы можете прямо на своем сайте в пройти в материалы создать материал чтобы просто получить готовую ссылку здесь пишите что-то вроде согласия на обработку персональных данных сейчас нам просто нужен этот редактор мы сейчас отсюда все скопируем сохранять этот материал мы не будем то есть вот такой вот текст но он должен быть кликабельным чтобы человек мог перейти и действительно ознакомиться с вашей политикой конфиденциальности хотя я сомневаюсь что кто-то читает но по закону это нужно сделать вы можете либо все предложение сделать ссылка либо какое-то слово или слова то есть я просто выделяю данное предложение беру эту ссылку на политику конфиденциальности вы соответственно копируете внутреннюю страницу то есть вы создаете внутреннюю страницу на своем сайте делаете там политику конфиденциальности размещайте текст потом просто копируйте ваш адрес целиком до этой страницы здесь в редакторе текст у меня выделен я нажимаю вот здесь вот на ссылку проставляю адрес можно сделать даже чтобы открывалась в новой вкладке в новом окне браузера и ok дальше мы переходим вот сюда вот html и полностью вот этот вот код с текстом копируем все нам больше здесь ничего не нужно мы отсюда выходим возвращаемся в наш модуль дальше что вы делаете вот здесь вы включаете да то есть отображать чекбокс в этом поле удаляйте все что написано у вас на английском языке и проставляете вот прям код как он есть сохранимся и давайте сразу посмотрим на сайте обновимся вот так вот подставляется сразу ссылка видите согласие на обработку персональных данных и давайте протестируем например человек поля все заполнил и нажимает отправить и не пустит его отправить это правильно некорректно заполнено поле согласен обработку персональных данных пока человек вот сюда не нажмет отправить он это не сможет и соответственно эта ссылка если я клику в новой вкладке открывается политика конфиденциальности вот примерно это будет у вас выглядит на сайте так соответственно если необходимо вам повесить еще один чекбокс с какими-то правилами то вы включаете ниже кнопку да здесь делайте то же самое я не буду это сделать вам это уже понятно просто вам покажу то есть это может быть вот так выглядеть да то есть два чекбокса надо будет нажать прежде чем сообщение человек сможет вам отправить я эти поля скрою и давайте еще раз сделаем а тест отправки чтобы показать вам как все работает что приходит автоответчик что человека перенаправляет на например страницу благодарности я иду на сайт и допустим тестируем здесь я наобум написал единственная указал правильную почту это вторая моя почта что просто убедиться что приходит автоответчик я нажимаю отправить нажимай ok меня автоматически перебрасывает на группу вконтакте то есть это может быть страница благодарности теперь проверяем почту сначала мы проверяем администратора сайта то есть видим что письмо пришло якобы от клиента вы получили сообщение сразу видим email с которого человек писал теперь давайте придем на этот электронный ящик и посмотрим пришло ли сообщение автоответчик вы видите что автоответчик пришел все работает вот этот текст сайта то что вы видели где это прописано и спасибо ваше письмо получено если я зайду я отвечу вам в самое ближайшее время ну соответственно вы можете как-то здесь поинтереснее это все расписать то есть у нас с вами все работает у нас с вами остались последние настройки это captcha защитный код captcha от спам ботов то есть есть такие боты по-другому роботы которые автоматически рассылают всевозможные письма через форму на вашем сайте это может быть очень накладно неприятно и действительно проблема если ваш сайт попал к боту у вас могут сотни писем сыпаться вам на электронный ящик и это очень неприятно с этим надо что-то делать captcha отлично с этим борется но я вам из личного опыта скажу если вам не сыпется никакого спама то просто так не ставьте captcha потому что во первых это внешне не очень красиво во вторых от этого может падать конверсия отправки сообщений чем больше полей на форме чем больше каких-то элементов например captcha это может все обычного человека реального отталкивать поэтому если спама нет то даже не заморачивайтесь если спам есть сейчас в этом уроке я покажу наглядно как реализовать captcha чтобы это работало у вас на сайте нам всего лишь нужно получить публичный ключ для recaptcha и секретный ключ как его получить вы можете просто прямо отсюда видите по-русски отсюда что просто рукой не писать скопировать вот этот текст идем в поисковик google вставляем этот текст здесь нажимаем enter находим вот вход google аккаунт напоминаю вам что вам необходимо будет вот здесь вы видите быть авторизованным иметь почту от гугла единый аккаунт от google чтобы быть точнее вам нужно попасть вот на эту страницу примерно вот такого рода она будет выглядеть примерно вот так здесь сам внизу выбирайте русский язык чтобы вам было лучше понятно это все все что был на русском все равно у нас не все переводится не знаю может проблем на самом сайте нажимаем вот на эту кнопку нажимаем вот на эту ссылочку вот здесь если у вас еще не было никогда созданных просто у меня здесь видно вот сайт я уже создавал других сайтов выводить нажимаете плюс и здесь надо написать наш домен копируем свой домен проставляем его здесь без http дальше выбираем так как у нас здесь рекопче используется рекопче 2 выбираем вот здесь рекопче 2 ставим точку дальше мы убираем флажок я не робот невидимый значок рекопче или рекопче для android оставляем флажок я не робот домен проставляем свой домен можно даже под домены сюда добавить если это нужно дальше вы ставите галочку что вы принимаете условия рекопче и нажимаете отправить вот эти данные вы никому не даете вот видите скопировать ключ ключ сайта скопирован то есть вы можете просто сюда кликнуть и вот этот ключ у вас копируется возвращаемся на наш сайт соответственно публичный ключ вы проставляете здесь дальше скопировать секретный ключ кликайте сюда секретный ключ скопирован возвращаемся на сайт и секретный ключ проставляем и здесь по сути вот она вся процедура теперь нам нужно посмотреть как это все на сайте выглядит чтобы увидеть река пчу что она действительно работает что она отображается выводить ставите чтобы кнопка зажимаете кнопку река пч версии 2 и например ниже кнопка еще слева отображать слева сохраняемся идем на сайт обновляемся вот у нас река пча встала все нормально человек не сможет отправить сообщение пока не поставит вот здесь вот птичку что он не робот то есть тут какая ситуация смотрите если мы это включаем сохранимся пойдем на сайт обновимся то вот здесь у нас это и есть слева справа отображать и у нас скрытая проверка капча не включена для этого ключа я полагаю что вот включенные этой опции и его здесь вот скрытый конечно это не точно надо проверять если мы сохранимся обновимся то мы вообще не увидим река пчу то есть такое подозрение что она на сайте есть но видна только ботом и если бот это река пчу заполняет то система понимает что это не человек это бот и не дает отправить сообщение боту но это мои догадки просто я не тестировал сразу говорю поэтому если вы тоже сомневаетесь то я предлагаю вам выбирать вот река пча 2 и например слева и оставить все то есть классический вариант и уже спама либо не будет либо будет его намного меньше ну и последнее поле параметра суффикса класса модуля это уже для людей которые знают ксс код языка и html то есть если человек как-то какие-то вносит свои изменения пишет код как-то что-то например чтобы отображалась именно так как он хочет под свой шаблон он использует суффикс класса модуля для обычных людей это поле мы просто пропускаем нам оно не нужно на этом данный объемный обзор подошел концу надеюсь вам было все понятно и урок был для вас полезный надеюсь вам эта форма понравится вы будете использовать у себя на сайтах на этом я с вами прощаюсь и увидимся с вами следующих видео